Представляешь, иду, значит, недавно по управе, смотрю, белочка бежит прям по проводам. Прямо за мной. Причем от столбика к столбику сидит на столбике, ждет меня, я подхожу, она дальше за мной. И? Ну и все. Какое-то время так со мной шла, а потом куда-то скрылась. К чему это рассказываешь? Да просто любопытное событие, наблюдение интересное. Да, я смотрю, Максим, у тебя не затейливые критерии любопытного. Я считаю, нужно уметь удивляться. Доброе утро, губерния. В студии несмотрящая по сторонам, неудивляющаяся Саша Байдачная. И любопытствующий Максим Полагнюк. И вот, что мы сегодня разузнаем. Погружение в мир аквариума. Как создать настоящую подводную сказку, знают наши гости и расскажут нам. Как выбрать идеальную расческу для бережного ухода за волосами. Все секреты в нашей полезной рубрике. Тайны художественного мира. Как создать картины с помощью текстурной пасты. Откроем для себя увлекательный процесс вместе с Таней Пециной. С песней по жизни. Народные мотивы от наших талантливых гостей. Вот любопытство. Мне вот любопытно. Это плюс или минус? Я вижу, тебя не унять. В определенных случаях это плюс. Познание. А в определенных случаях это минус. Когда это идет не ради любознательности, получения знаний, а ради каких-то своих низменных интересов и выгод. Да, плюс. Любознательность. Это что ему дает жизнь? Расширяет кругозор. Любопытство однозначно плюс, чрезмерное однозначно минус. Все должно быть в меру. Я бы не стала окрашивать эту характеристику положительным или отрицательным как-то качеством. Мне кажется, это нормальное качество, которое иногда может выражаться в плюсе, иногда в минусе. Смотря с какой стороны подойти, иногда любопытство может быть, ну, толкает человека на какие-то достижения. А иногда может быть и во вред. Смотря в какой степени, смотря в каких моментах. Я тоже очень любопытная, но иногда приходится себя сдерживать. Минус. Пожалуй, минус, да. Пожалуй, минус. Почему минус? Чем это мешает ему в жизни? Я думаю, это нарушение личных границ, если это чрезмерное любопытство. Ну, вообще, чрезмерное в любом проявлении. И это уже не есть хорошо, да. Дорогие друзья, продолжается наше утро. У нас в гостях Алексей, Татьяна, Святослав и Ева Глушкова. Аквариумисты. Доброе утро. Доброе утро. Прям все аквариумисты. Безусловно. Потому что дети активно помогают. Как красиво звучит. Да, тогда давайте узнаем, что же это такое. Что такое аквариумистик? Да, то есть это собирательство аквариумов, наличие просто аквариума. Какой-то ательминтики. Постройкой, может быть, их... Рыб растет. Ну, если постройка аквариума, это далеко точнее аквариумист. Хотя многие, кто изготавливает аквариумы, скажу честно, они даже, ну, часть рыб не знают. Ну, просто создали емкость, создали емкость. Аквариумисты, это, безусловно, тот человек, который содержит рыбу. То есть хотя бы он понимает, как она называется, откуда она была привезена или, грубо говоря, разведена, и чем она вообще питается. Вот это уже аквариумист. То есть аквариум, на самом деле, это вторичное. Главное, это рыба. У меня, может быть, дома рыба в банках живет, но я в ней разбираюсь, поэтому я аквариумист. Безусловно. То есть вот только что прямо перед эфиром познакомилась с девушкой, она сейчас тоже будет, скажем так, в программе. У нее есть баночка с петушком. Она аквариумист. То есть, и принципе, говорит, а вот ему не скучно? Да, безусловно, не скучно, потому что эта рыба, да, петушок. То есть, по-моему, сиамский, правильность называется. То есть они бойцовские рыбки. Даже есть определенные, то есть на их родине турниры. Ну, там уже какие-то другие истории. И, соответственно, банки – это одно из правильных содержаний, потому что не нужен кислород, не нужна фильтрация, потому что одна рыбка, естественно, и мало от нее отходов. И красиво, соответственно, можно содержать в банке. Такие самые шикарные. Что вас привело к этому увлечению? Расскажите. Как давно в этом деле? Это очень давно. Вот сейчас, скажем так, скажу честно, привел меня к этому отец. Царство небесное. То есть он один из первопроходцев был на птичий рынок, когда это было, скажем, между собойчик в советские времена. И я, наверное, аквариумистику впитывал с молоком матери. То есть я был маленький, отец был увлечен, и тогда там много видов, которые просто сейчас, даже, к сожалению, они канули в лето, их не разводят. И вот периодически я уходил с этого, возвращался, но каждый раз возвращался. То есть я вначале увлекался одним аквариумом, потом возвращался уже с двумя, потом бросал два, возвращался с петьми. А сейчас? И крайний раз мы вернулись, жена меня благополучно поддержала. Да, получилось так, что у нас был уголок пустой. И он говорит, а давай вот в этот уголок аквариум поставим. Потом на кухне тоже уголочек свободно. Говорит, вот там не хватает еще одного аквариума, давай. Нет, сказал, у тебя внизу будет полочка для продуктов, а наверху будет аквариум стоять никому. Ну и пришлось согласиться. Вот, сейчас у нас уже... Началось с офиса вначале два аквариума. Больше 25 аквариумов, правильно? Больше 25, да, да. У вас дом? Ну, мы жили в однокомнатной квартире, сейчас уже дом. Да, сейчас уже дом, и там... Сейчас мы живем в аквариуме. Нет, сейчас аквариумы живут рядом с нами. Кстати, одна из первых фотографий была, когда я был маленький, приблизительно как мои дети. Вот, мы с сестрой фотографируемся в аквариуме 250 литров. Отец любил фотографировать, и мы как раз вот в аквариуме сидим, но он был пустой, без воды, то есть там никакого не было домашнего насилия, воды тоже не было. То есть просто пустой аквариум, чтобы понять, какие габариты, то есть у таких им костей. Так, что я пытаюсь понять, что главное для аквариумиста? Что круче, да, считается? Самое большое аквариум иметь? Или самое большое разнообразие рыб? Это как какие-то экземпляры? Какие-то реестры, да, экземпляры. Что вот, к чему стремится аквариумист, вот скажите? Все по-разному. Все по-разному, то есть вопрос того, что... Ну, я очень долго мечтал вначале о полтонни, потом о тонни, вот сейчас полторы тонны, а теперь там тонников 7-8. Мечтаю о пяти тоннике, то есть прихожу, например, в хороший океанариум и смотрю, то есть насколько аквариум обустроено какое-то население, то есть мне, конечно, завидуешь белой завистью, хочется что-то такое. А пяти тоннике, это вот, чтобы мы понимали, это как и наше студии. Это приблизительно 5 метров длиной, метр шириной, метр высотой. Это где-то от стены до стены, и, соответственно, метр высота, метр ширина. Наш разговор продолжим чуть позже. Мне кажется, что Самара тоже в каком-то роде аквариум. Посмотрим, какая сегодня в этом аквариуме будет погода. В среду в Самарской области будет облачное. С прояснениями погоды местами пройдет небольшой дождь. Днем плюс 13, плюс 19, ночью плюс 8, плюс 13. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 6-11 метров в секунду. На севере и западе в дневное время плюс 13, плюс 17. На востоке и юге 15-19 градусов тепла. В Самаре пасмурная погода, не исключен небольшой дождь. Днем плюс 15, плюс 17, ночью 10-12 градусов тепла. Атмосферное давление в пределах нормы 748 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 62-85%. Продолжаем общаться с нашими гостями. У нас в студии аквариумисты Алексей, Татьяна, Цветослав и Ева Глушковы. Еще раз доброе утро. Детей спросим у Евы. Нравится ли тебе? Каким образом ты помогаешь? Я мою губки, мою аквариумы, бывает кормлю их, ну в принципе ухаживаю. А есть какие-то любимцы у тебя, рыбы? Одни из любимцев, например, Аравана и Скат с моим именем. Серьезно? Это прям вот этот? Да. Такой такой плоский. Они как-то общаются? Где-то там был на фотографии. Да, я видела. Это альбинос, альбинос жемчужный Скат, и его зовут, вот она девочка, зовут Ева. Прикольно. Да, потому что он писал, что она блондинка, и тоже. Я смотрю, что не только рыбы, да, у вас в аквариумах, или это просто исключение какое-то? Нет, мы перешли не только теперь, ну с рыбок перешли на ящери, с рептилией. Ты не заметила, я не заметила, я не видела просто. Дополнили, да. Держать тебя. Даш? Давай, подожди. И Святослав же, он же и не боится. Не страшно тебе? Нет. Нет? Она же не кусается. И такой друг? Скажи, как зовут? А кто это? Грифар. Грифар. Эл-блифар. Эл-блифар. А как зовут? Смотри, какой прикольный что-то. Не, он достаточно мир любил. Если взять нашего хамелеона, то там только по глазам понятно, что он сумасшедший. Он такой трусишка. Не боюсь. Ой, приятно, слушайте, приятно. Если вы знали, как ему приятно, потому что, по сути дела, он как бы... Греется. Да, совершенно верно. То есть, это даже полезно, когда на руки берешь, у меня получается, уставчики прогреваются, ручки, ну, в смысле, лапки двигаются. То есть, это полезно для него. Грифар сходил в байку. Святослав, а где он живет? С тобой? Да, с тобой. Или в аквариуме тоже? Он его аквариум. Ему холодно. Холодно, как он. Холодно, чем ты его корнишь. Чем его корнишь? Тараканов. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ключи тараканов разводится. Нет, ну, если все обобщить, то у нас, грубо говоря, помимо, там, скажем, более 200 рыб, то у нас еще 7 пауков. Это, кстати, было пожелание жены. Давай заведем. Мы расходили на выставку, нам очень понравилось. И как-то получилось так, что нам друг подарил одного паучка. Я говорю, ну, давай, может, еще? Размеры. Ну, прям, буквально, малышка подарил. Только вылупился, да. Вот. И я говорю, может, еще заведем. А муж сейчас разошелся и завел, а что, я максималист, если его любить, так это... Лягушечек еще завели, разноцветных. Ну, прям классные. Вот. И их, да, кормим тараканами, сверчками, всякими жучками. Соответственно, это тоже живой корм, надо содержать. Это мушки, это грубо говоря. Их кормить еще надо, тоже за ними ухаживать надо. Что же это такое? У меня друзья подобрали стрижа, и нужно было его кузнечиками кормить. Это было, конечно. Да, этими, как говорится, сверчками. Угу. И когда к вам приходят гости домой? Да. Удивление, наверное. Да, да, все удивляются. Даже вот мы, в принципе, как раз таки мы покупали у человека, он как раз переезжал в другой город. Вот. И ему надо было пристроить друга своего. Мы вот взяли у него друга, и он говорит, у вас даже больше, наверное, чем в океанариуме рыб и всего-всего-всего. Булшок. Это настоящий музей. Да, да, и говорит, ой, так классно, я бы еще к вам зашел. Можно к вам в гости прийти теперь? Конечно, приходите. Виктор Максимов в гости, да, со съемкой. Спасибо вам большое за ваш позитив, за то, что сегодня к нам пришли, привели своих друзей. Хорошего дня и вдохновения. Спасибо, что пригласили. Если вы к нам придете, то есть у нас в желании увеличить хозяйство аквариума, то есть, соответственно, когда будет нас больше и больше, любопытство все равно приведет к нам. Спасибо огромное. Да, приходите большое. Спасибо. Друзья, мы продолжаем. Прямо сейчас мы будем рисовать картины пастой. Я надеюсь, что она будет шоколадной. Изобразительное искусство не стоит на месте. Помимо композиции, цветового сочетания, многие художники стали уделять внимание фактуре. Для создания объема используют текстурную пасту. По сути, это строительный материал, материал для скульптуры. То есть, если мы выбираем шпаклевку в строительном магазине, то нужно взять шпаклевку с максимальным толстым слоем, для того, чтобы у нас картина была рельефная и все это не трескалось. Благодаря густой консистенции текстурные пасты можно наносить разными инструментами – мастихинами, шпателями с разными насадками. С их помощью можно сделать имитацию древесины, металла, камня или просто объемные мазки, как в нашем случае. Сюжет может быть как абстрактный, так и нет. То есть, более сложный может быть также пейзаж. Сегодня я буду делать пейзаж, потому что пейзаж – это моя стихия. Такие полотна, как правило, делают для интерьера. В рамы их не оформляют, но обязательно прокрашивают боковые стенки холста. До полного высыхания текстурной пасты должно пройти около суток. При этом дополнительно покрывать ее лаком или другими фиксирующими составами нет никакой необходимости. Картина готова. Если мы покроем лаком, то она, соответственно, будет блестеть. Если мы не будем покрывать, то будет более матовая поверхность. Также у нас могут быть блески, золото, поталь, в зависимости от задумки. Текстурные пасты представляют собой акриловые составы, поэтому они отлично сочетаются с акриловыми красками. Хотя вообще Ольга предпочитает работать только с маслом. Она последователь классической живописной школы. Татьяна Петцина, Александр Дудко, программа «Утро губернии». Дорогие друзья, наш эфир продолжается очень музыкально. У нас в гостях Ирина Пережогина, руководитель ансамбля народной песни «Соловьиный праздник». Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Мое любопытство сразу же. Хочется узнать, откуда такое название. Потому что для каждого коллектива, музыкальной группы название – это что-то такое очень символичное. Как вы его придумали? Потому что очень поэтично звучит «Соловьиный праздник». Ну, на самом деле, название придумал администратор нашего коллектива Шалунова Галина Васильевна. Так как они собрались с небольшой группой и решили, что они хотят заняться народной песней, конечно же, возник вопрос, как бы поярче назвать этот коллектив. Было очень много названий, вариантов, но в итоге решили посмотреть. Они собрались 15 мая. Какое, может быть, событие или праздник отмечается в этот день? И как оказалось, 15 мая отмечается православный праздник Бориса и Глеба. А в народе он назывался «Соловьиный праздник». Ага, а вот она, такая история у названий. Интересно. Ну, рассказывайте же о своем ансамбле. Что исполняете? Сколько человек, сколько солистов. 15 мая какого года была эта историческая встреча? Ну, на самом деле, наш ансамбль молодой. Нам всего лишь чуть больше года. Ого! Да, но к этому моменту ансамбль уже стал лауреатами всероссийских и международных конкурсов, стал лауреатами казачьих фестивалей, православных фестивалей. Мы ведем активную гастрольную деятельность. Вот, исполняем песни Самарской области, исполняем песни наших самарских композиторов. Мы сотрудничаем с нашим другом, композитором, поэтом Александром Владимировичем Большаковой. Исполняем его песни. Исполняем песни Елены Гуляевой. Да, она к нам приходила в гости не раз. Да, да, мы с ней дружим. Мы вместе с ней работали в государственном ансамбле «Волжские казаки». Поддерживаем дружбу. Она нам разрешает исполнять на концертах свои песни. Также мы исполняем волжские песни, которые, к сожалению, почему-то давно уже не звучат. Вот таких композиторов, как Александр Савельев, Григорий Пономаренко. И они, конечно, у зрителей в душах отзываются, потому что все раньше пели эти песни, но вот так были позабыты. Это тоже фольклорные песни? Нет, это авторские песни. Это авторские. Их написали наши самарские авторы. Были они в основном написаны для государственного волжского русского народного хора. И мы так вот решили возродить эти песни, потому что знаем, что народ их любит, помнит и поет вместе с нами. Также мы поем песни о Великой реке Волге, о Самаре, о России. Наш репертуар многогранен. Мы поем и патриотические песни. Мы делаем и фольклорные спектакли. За год мы успели сделать 8 сольных концертных программ. Ничего себе активно работают. Да, и 3 театрализованных представления. Коляда, Масленица и Зеленые Святки. Интересно, какую же песню вы выбрали, чтобы спеть у нас в студии? Ну, завесу тайны приоткроем чуть позже. Пока что пройдемся. Я смотрю на головной убору наших гостей. И понимаю, что они утомеют ухаживать за своими волосами. Подробнее об этом в нашем сюжете. А зачем здесь столько расчесок? А это мы сегодня хотим разобраться во всем многообразии расчесок и какие расчески мы будем использовать в домашних условиях. На рынке представлено много расчесок. Вот, например, у меня скелетная расческа, туннельная расческа, расческа гребень и расческа для простого расчесывания волос. Как же разобраться, какую нам выбрать дома? Скелетная расческа и туннельная необходимы для того, чтобы поставить корень, придать объем. Расческа гребень нам необходима для того, чтобы расчесать локоны и оставить их в красивом, хорошем виде. Как выбрать расческу для домашнего использования? Необходимо понимать, что расчески с круглыми шариками быстро приходят в негодность, цепляют волосы, что вредит нашим волосам. Поэтому лучше выбирайте расчески без шариков, которые можно легко помыть, чтобы будет гигиенично. Для того, чтобы создать прическу или локоны, необходимо понимать, какой тип волос или структура волос у нас представлена. Существует 4 типа волос. Славянский, африканский, азиатский и европейский. По структуре волосы разделяются на тонкие, средние и густые. По структуре также мы можем еще различать гладкие волосы, совсем гладкие, прям блестящее полотно и кудрявые. Вот у Полины представлены славянские тонкие волосы с посеченными концами. При подготовке волос я буду использовать жирные основы на конец. Для того, чтобы сделать сухим полотно, буду использовать жидкий лак. При создании прически, любой прически, я использую термозащиту. Термозащита необходима для того, чтобы защитить наш волос от термических воздействий. Нужно ее использовать всегда, даже если мы не делаем прическу. Недостаточно термозащиту наносить на полотно сверху, так как нижний ярус волос будет без термозащиты. Поэтому нам нужно качественно пробрызгивать каждый локон, прощупывать его, проходить и прочесывать. Тогда термозащита будет точно защищать наш волос. Качественная подготовка волос – это залог красивой прически. Продолжаем наш музыкальный эфир с нашими гостями. У нас в студии Ирина Пережогина, руководитель ансамбля «Народные песни» и ее ансамбль «Соловьиный праздник». В полном составе. Доброе утро. Доброе утро. Мы уже выяснили, что репертуар безгранично огромен у ансамбля. Он такой аутентичный, волжский наш. Но вот сегодня какую песню вы будете представлять, исполнять? Сегодня мы будем вам исполнять песню донских казаков. «Роман с ты воспой в саду Соловейка». Почему такой выбор? Вы знаете, 12 лет назад мне посчастливилось быть на фестивале в Ростове-на-Дону. Назывался фестиваль «Содружество». Мы на этом фестивале представляли Россию. И там познакомились с казачьим коллективом, который как раз вот исполнил эту песню традиционную, которая была записана в Ростове-на-Дону. Нам она очень понравилась, мы ее записали. С моим сыном мы сделали аранжировку и теперь исполняем ее нашим ансамбль. У него есть разгляды в песню случилось. Ну, через 12 лет, да. Ну что ж, я думаю, что мы готовы услышать ее прямо сейчас. Да, и с огромным удовольствием уступаем вам эту сцену. Ансамбль «Соловейный праздник». Внимание! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Доброе утро, любопытная губерния В студии ваш проводник в мир удивительного Максим Полагнюк И удивленный таким поворотом событий Саша Байдачная И чем же ты собрался удивлять? Удивлять буду не я, а как я сказал мир, а точнее клантовый мир Ну опять ты за свое Не, ну а что, это действительно, это же уму непостижимо Например, то, что во всей вселенной не бывает ни одной одинаковой вещи абсолютно Например, снежинки, песчинки, искорки от огня, все это разное Но при этом все, из чего эти вещи состоят, абсолютно одинаковые Все электроны во вселенной одинаковые, идентичные, как клоны Даже атом гелия на Земле и на альфа-центавре одинаковые Знаешь, вот похоже, мир моды и квантовый пересекаются Это как? А я вот тоже думала, что платье, которое я покупаю, только одно в городе Пришло на вечеринку, а там еще два таких же Угу, интересно Кстати, ты в курсе, что мы с тобой друг друга притягиваем? Ты на что-то намекаешь? Я прямым текстом говорю Сила гравитации есть не только у Земли, а вообще у любого тела с массой В том числе и у человека Да, очень маленькая, но есть Ее вы считали ученые Вот, например, сейчас мы притягиваем с тобой пылинки и друг друга Чем больше масса, тем больше протяжения А вот хочешь парадокс? Давай Шоколадка в гримерке меня как-то притягивает больше, чем ты, Макс В определенных случаях это плюс Познание, а в определенных случаях это минус Когда это идет не ради любознательности Получения знаний, а ради каких-то Своих низменных интересов и выгод Да, плюс Любознательность Это что ему дает жизнь? Расширяет кругозор Любопытство однозначно плюс, чрезмерное однозначно минус Все должно быть в меру Я бы не стала окрашивать эту характеристику положительным или отрицательным как-то качеством Мне кажется, это нормальное качество, которое иногда может выражаться в плюсе, иногда в минусе Смотря с какой стороны подойти, иногда любопытство может быть, ну, толкает человека на какие-то достижения А иногда может быть и во вред Смотря в какой степени, смотря в каких моментах Я тоже очень любопытная, но иногда приходится себя сдерживать Минус Пожалуй, минус, да, пожалуй, минус Почему минус? Чем это мешает ему в жизни? Я думаю, это нарушение личных границ, если это чрезмерное любопытство Ну, вообще, чрезмерие в любом деле В любом проявлении это уже не есть хорошо, да Друзья, продолжается наше любопытное утро и у нас в студии Юрий Стрелец, Марина Кейлина, Елена Апкина Представители фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов России Доброе утро, здравствуйте Здравствуйте Доброе утро Мы знаем, что сейчас у вас проходит выставка, да, черно-белая Так точно Рассказываете, к чему она посвящена и почему не цветная Ну, не цветная она, потому что, наверное, в прошлом году у нас была очень цветная А в этом году мы решили сделать на контрасте черно-белую Это классика фотографическая Господин Дагер почти 200 лет назад придумал ее, а цветная появилась значительно позже Пускай это будет дань уважения Классиком фотографии и основать, скажем так Черно-белая фотография, она протягательна на самом деле и актуальна до сих пор Ну вот почему? Ее и музейщики ценят, считая это, в общем-то, искусством А по цветной, как бы, есть какие-то мнения А черно-белую принимают в музеях часто Ну, цветную тоже принимают, но, как бы, там есть какие-то сомнения Ну, потому что это, наверное, что-то, да, классическое И какой-то уход от реальности в то же время Потому что все-таки мы видим белый цвет наима, а не черно-белого Вы все занимаетесь фотографией, правильно? Я занимаюсь фотографией Ну, почти все Я по роду своей деятельности занимаюсь фотографией Вернее, занимаюсь фотографами, которые занимаются фотографией Тогда к фотографам Да Вопрос Когда вы делаете черно-белые фото, вы их сразу делаете? То есть, видите их в черно-белом? Представляете Или сначала это цветная, а потом уже накладываем фильтр Как это сейчас происходит? Бывает так, что кадр, действительно, ты смотришь и в реальности видишь какой-то сюжет И понимаешь, что это черно-белая картинка И ты ее уже мозгом обрабатываешь в черно-белые Чаще всего, конечно, мы снимаем на цветной фотоаппарат И потом переводим в ЧБ Но есть в фотоаппаратах специальные функции Когда можно уже изначально через ЧБ фильтр снимать Это, наверное, считается более классически тоже, да? Когда вот сразу Ну, конечно, желательно уже в голове переориентироваться на то, что у тебя черно-белое А не только переводить потом Очень по-разному бывает Бывает, конечно, что ты снял, смотришь А в цвете это как-то теряется и не смотрится Ты переводишь и получается намного интереснее Так тоже бывает, если по-честному А бывает и пленка Ее тоже еще никто не отменил И даже молодежь ее сейчас любит Некоторую часть фотографической молодежи, да? Ты можешь зарядить черно-белую пленку и снять сразу Вообще без вариантов Так что варианты всякие есть Ну, у нас сегодня... Мы отмечаем сегодня день любопытных событий Расскажите о каком-то моменте, когда любопытство приводило к созданию уникальной фотографии Или, может быть, уникальной идеи, уникального фотопроекта Бывало такое? Мне кажется, у фотографов всегда любопытство ведет всюду Фотографа можно найти в любых вообще самых неожиданных местах Потому что желание кадра, желание увидеть ту самую историю, сюжет Или там за светом, идешь-идешь и думаешь, а как это лучше показать Поэтому сам даже не замечаешь, где можешь оказаться А вот Елена сказала, что она работает не только с фотографией, но и с фотографами В чем это? Поясню Дело в том, что наше фотообъединение Это направление работы Союза журналистов Самарского областного отделения Союза журналистов в России Очень интересное направление Самое творческое, самое яркое Самое, можно сказать, активное И достаточно плодотворно они работают Проходит огромное количество выставок, проводится И вот моя работа Я координатор фотообъединения А так вообще руководитель пресс-службы Самарского областного отделения Союза журналистов И, в общем-то, мы всегда рады, когда к нам приходят зрители в Дом журналиста. Когда приходят люди со стороны, наше фотообъединение открыто для всех. В каждом телефоне есть камера, и не одна. И мы каждый день делаем фото, и каждый день их выкладываем. И при этом вы устраиваете выставки фотографий. Насколько они актуальны сейчас? Насколько людям это интересно? Ведь можно просто открыть соцсеть, и там у каждой странички своя личная выставка фотографий. Есть какие-то материальные вещи. Я все-таки с того времени больше, да, хотя цифры тоже существуют уже в жизни, уже и в моей давно. Но тем не менее, как бы что-то вот пощупать. Вот мы вот книжку издали, например, и мне это доставляет истинное удовольствие. Вот хочу показать ее. Это вот альбом нашего фотообъединения. Называется он «Вокруг света». И это можно открыть, понюхать, пощупать. А вот цифры вот и не понюхаешь, и не пощупаешь. Я думаю, что книга... Поэтому я люблю вот такие вещи. Но я надеюсь, что я не один такой. А почему «Вокруг света»? То есть это фотографии, которые были сделаны... «Вокруг света» — это с двойным смыслом. Два округ света — это и вокруг света, как мы представляем, да, что вот он есть, свет белый, да, и мы живем на нем в этом измерении и как бы можем путешествовать. И в то же время основа фотографии — это свет. Свет, тень. Игра-слов. Да, именно так. Вы хотели добавить, да? Да, с книгой также и на выставке можно с фотографией с изображением побыть наедине, попричувствоваться. И это живое общение. Все-таки это важная часть нашей жизни — выставки, книги. Фотографии очень классные, на самом деле. Продолжим чуть позже нашу беседу. Пока что будем погружаться не только в мир историй о людях, но и в мир историй о вещах. Сегодня у нас пойдет речь о мухах, но не о насекомых, как вы могли подумать, а о посуде. Ольга Степанова сегодня расскажет нам о том, почему же вот эти вот рюмочки стали называться мухами в свое время. И наверняка вы слышали и поговорку, да, под мухой. Быть под мухой. Да. Откуда все это пошло? Рассказывайте. Ну, я понимаю, что вы коллекционер, и какие-то из них — это ваше достояние, да, с какой-то своей историей. Вот эти мои. Всем здравствуйте, всем привет. Я вас всех очень люблю. Так. А эти чьи? Эти. Нелли Вишнякова вчера мне дала специально на лафитнике показать, насколько отличается по размеру размер рюмки муха. Угу. Вот они. От обычной такой, да? Да, от обычной. И когда Петр Первый ездил в посольство в зарубежные страны, он узнал, что культура питья там за границей совершенно другая, отличная от нашей. И он захотел эту культуру питья привнести к нам. У нас до этого были кабаки. Кабаки, где не подавалась еда, где в основном только была выпивка, хулиганили там кабацкие мужики, все. Вот. А за границей уже в Европе в это время были трактиры. Были трактиры, где можно было не только выпить, да, но и хорошо провести время, поесть, как-то отвлечься. И сказал так. Будем делать трактиры. И для того, чтобы весь народ наш привлечь, который не хотел вообще туда идти, зачем им это надо? Что-то другое. Ну, привыкли так уже и все. Надо какую-то было сделать рекламную кампанию. И вот это как раз явилась рекламной кампанией. Петр всех обязал, что первую рюмку наливайте бесплатно. Мы уже подумали, это мы сейчас разоримся, если мы всем будем бесплатно наливать. Тем более образовались такие люди, которые ходили прям по кабакам. Только ради этой рюмки. Только ради этой рюмки по трактирам, можно сказать, уже, да. И чтобы не разориться, хозяева трактиров ввели рюмку именно вот такого маленького размера. Например, мы берем томик Евгения Онегина и начинаем там читать. Он в том, где деревенский сторожил, лет сорок с ключницей бронился, в окно смотря и мух давил. Мы думаем про что, когда говорим, мух давил, да. Что мы себе и школьники наши, что они представляют себе, когда говорят, мух давил. Что брал так газету, хлоп, хлоп, да, мух. А на самом-то деле, вот мы сейчас вместе с вами, друзья, мы начинаем понимать, каких он давил мух. Кстати, говорят, что в одну мух умещается ровно столовая ложка. Но здесь есть сок апельсиновый, да, я предлагаю проверить. Нальем ложку. Ну, это у нас чайная ложка. Опа. Ну, в принципе, да, в одной мухе примерно одна чайная ложка. Я помню, насколько я помню, 5 грамм в чайной ложке, да. Значит, соответственно, мы смотрим половину, точно как мы и говорили, от 10 миллилитров. Вот так вот. Ну что, друзья, надеюсь, вам эта история понравилась. Соблюдайте культуру питья и вообще культуру во всем. Хорошего дня и отличного настроения. Хорошего дня. Друзья, продолжаем разглядывать фотографии наших гостей, да. У нас в студии Алексей… Восхищаться. Да, да, восхищаться. У нас в студии Юрий Стрелец, Марина Кейлина и Елена Апкина. Все верно? Все верно. Представители фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов России. Еще раз доброе утро. Доброе утро. Расскажите, какие проекты планируете в будущем проводить? Да. Будет жить фотообъединение, да. Где мы сможем объединить ваши фотографии? Гланов у нас очень много. Можно сказать, они уже на подходе своей реализации. Вот буквально на этой неделе начала свою работу еще одна выставка. Называется она «Волга-Волга». Ну, понятно, что Волга – это красота нашей реки, деятельность людей, живущих на ней. И эту выставку можно увидеть на площади Славы, на склоне, где вот эти мультимедийные экраны находятся. Вы, наверное, с набережной видели, как все там меняется на этих экранах. Теперь там будет вот выставка «Волга-Волга». Кроме того, наше фотообъединение готовит еще одну выставку. Она уже откроется в конце октября. Называться будет так – «Семейный альбом». Людей у нас много в сообществе, и всем хочется показать свои лучшие фотографии. Вот «Семейный альбом» позволяет это сделать. Эта выставка будет уже открываться в Доме журналиста. Ну, у нас в Самаревке 179, соответственно. Мы всегда рады гостям. И еще хочу сказать, вот прямо сейчас в Доме журналиста есть еще одна выставка работает. Называется она «Не черное-белое», а «Я выбираю цвет». Это член нашего фотообъединения Елена Демитова эту выставку сделала. Так что у нас всегда что-то происходит. И на перспективу мы тоже смотрим, что такого любопытного еще сделать. У нас очень много споров внутри нашего фотообъединения, и в том числе вот черное или белое, или, может быть, все-таки цветное в конце концов. И бурные такие наши разговоры на разные темы. Вот так что… И вот, кстати, видите, у нас одновременно идет несколько выставок в разных как бы измерениях. Одна классический, так сказать, ну, в каком-то пространстве музейном, да, а другая на склоне интерактивная цифровая, пожалуйста. Каждый может подняться с пляжа там с набережной и посмотреть. И самое главное, что эти все выставки доступны, они свободны, их посещение свободно. Мы приглашаем. Отклик вы уже получили, что говорят… Да, 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 да. Вот в день открытия выставки «Черное и белое» было огромное количество посетителей. И выставка и дальше посещается. Но, тем не менее, на открытии, как правило, много собирается людей. Это было потрясающе. То есть люди с удовольствием рассматривали, расспрашивали. Экспозицию сопровождала у нас Елена Фомина, тоже наш член фотообъединения. Заместитель председателя. Заместитель председателя художественного совета. Кстати, вот еще один… Объединение. Вот еще один… И вот еще один человек, кто является… У нас входит в художественный совет. Вот, объединение. Вот. И там была целая экскурсия. И шло сопровождение, объяснение того, по какому принципу подобраны фотографии. То есть еще и образовательный такой процесс шел. Мы говорим вам большое спасибо за то, что поделились с нами вашими планами. Желаем удачи в их притворении в жизни. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Ну что ж, мы продолжаем наш эфир. И я считаю, что журналисты – это одна большая семья. Прямо сейчас про интересную семью сюжет посмотрим. В телевизионной студии программы «Утро губерния» новые гости. Семья Стемповских приехала из Тольятти. Заводчане подали заявку на конкурс «Моя семья, мое богатство» в номинации «Семейная династия». Необходимо было собрать всю семью вместе. Снимала все в несколько дублей, но в итоге вышел грандиозный ролик. В год семьи в преддверии празднования 15-летия телеканала «Губерния» Самарское областное вещательное агентство запустило новый мультиформатный интерактивный проект «Моя семья. Мое богатство». Семьям региона предлагается снять небольшой видеоролик и прислать нам. Победители ждут призы в пяти номинациях. Творческая семья, семейное дело, спортивная семья, семейная гордость и семейная династия. Я занимаю должность заместителя начальника технического центра СВТП. Я специалист. В ролике также снимается моя мама Лидия Михайловна, она занимает должность лаборанта, работает на нашем предприятии уже более 40 лет. И подрастающее поколение, моя племянница Саура Валиса работает аппаратчиком. Конкурс «Моя семья. Мое богатство» продолжается. Ждем вашей видеоистории. Срок приема заявок продлен до 8 ноября. Для меня семья – это уютные семейные вечера. Для меня семья – это опора. Для меня семья – это помощь друг другу. Для меня семья – это быть вместе. Победителей ждут отличные призы от организаторов и партнеров. Телевизор, планшет, смартфон, умная колонка, ноутбук. Специальный приз – сертификат на пребывание в четырехзвездочном отеле города Тольятти в период новогодних каникул. Информация о конкурсе на сайте соваинфо.ру и в соцсетях Самарского областного вещательного агентства. Марина Баркова, Яков Абрамов. Программа «Утрогубернии». На этом все. Посмотрите вокруг себя. Уверен, вам есть чему удивиться. С вами были утренние ведущие Максим Полагнюк. И Саша Пайдачная. Хорошего дня вам. Пока. А знаешь, вот что меня больше всего удивляет? Так. Куда у нас пропадают конфеты, а? Может, микро-черная дыра? Слушай, ну судя по тому, сколько она съедает, не такая уж она и микро.